Наша следующая задача это создание системы авторизации. Вход на сайт, выход из сайта, разрешение заходить на определенные страницы или наоборот запрет, в зависимости от того авторизован посетитель или нет. Для того, чтобы это сделать, нам понадобится работать с пользователями. Поэтому сейчас мы сделаем небольшую разминку. А именно сделаем так, чтобы при получении вот такого URL выводились все пользователи из базы. Как это сделать? Ну, очевидно, нам нужно подключить для этого модель. И при получении запроса ищем всех юзеров. Вызов UserFind с пустым объектом условий найдет всех пользователей в базе и вызовет с ними callback. Вот так вот. Соответственно, если какая-то ошибка, мы просто передадим ее дальше. И понадеемся, что обработчик ошибок экспресс справится с ней. Ну, а если ошибки нет, то сделаем так. res.json-users Давайте запустим. App Запускаю. Ну-ка. Users Ну вот. Все выводится. Обращаю ваше внимание, res.json ставит правильный контент-тайп. Здесь у меня стоит плагин для хрома, который красиво его выводит. Плагин называется json-view, если интересно. Окей, это получилось. А теперь сделаем так, что при обращении слэш юзер слэш айдишник будет выведен посетитель с данным айди. Здесь вы видите двоеточие айди. Это специальный синтаксис, он достаточно широко используется в разработке. Двоеточие айди означает, что любая строка, которая здесь будет, будет обработана экспрессом. И функция, вот эта вот, которая будет обрабатывать запрос, получит значение вот этой вот секции урла, как reg.params.id. Для того, чтобы найти значение по айди, есть специальный метод findById. И дальше в коллбеке можно сделать то же самое, что делалось здесь. Ну что ж, проверим. Запускаю. Перехожу. Возьмем для примера вот этот вот айдишник. И перейдем сюда. Показывается, все нормально. А давайте теперь этот айдишник немножко поменяю. Например, так. Null. На самом-то деле этого айдишника нету. И правильной реакцией было бы, конечно, 404. Соответственно, нужно сюда вставить. Если юзера нет, то 404. Для того, чтобы вывести 404, я могу, конечно, тут же что-то такое отослать, res.send. Но на самом деле хочется не заморачиваться с этим. Хочется просто next и дальше передать ошибку так, чтобы обработчик ошибок понял, ага, 404. И уже сам красиво вывел ее посетителю. Для того, чтобы это сделать, я создам свой собственный класс ошибок httpError. Этот httpError будет иметь конструктор, который принимает, например, статус и какое-то описание, скажем, userNotFound. И дальше в обработчике ошибок, то есть вот здесь вот. Если это httpError, то красиво выводить эту ошибку, используя шаблон. Ну а если нет, то это программная ошибка, и нам тоже важно это правильно обработать. Для того, чтобы задавать ошибки, я создам специальный модуль. Этот модуль будет сразу у меня в директории Error. И файл Index.js будет держать описание моей новой ошибки. Вот я его вставляю для краткости. httpError наследует от объекта Error. Вот таким образом. Это ошибка, поэтому обязательно вызов CaptureStackTrace. Более подробно о том, как наследовать от ошибок, вы можете посмотреть в соответствующем выпуске с ренкаста. Здесь нам важно то, что аргументы httpError немножко не такие, как у обычных ошибок. В частности, статус. Это числовой статус ошибки. А второй аргумент месседж необязателен. Если он указан, то в нем можно описать ошибку. Ну а если его нет, то в модуле http есть встроенное специальное свойство status codes, которое содержит стандартное описание. Например, для 404 это будет NotFound. Конечно, никто не мешает делать свою таблицу кодов с русскими описаниями. Страница не найдена, серверная ошибка и так далее. Но пока обойдемся тем, что есть. Итак, закрываем. И будем использовать наш новый класс httpError при обработке запроса. Перед тем, как я это сделаю, я возьму все вот эти вот обработчики и вынесу в отдельный файл. Потому что это app.js, это вообще главный файл приложения и не дело все писать в нем. У нас уже есть директория roots. Она была создана автоматически экспрессом при создании проекта. В ней находятся совершенно ненужные нам сейчас роуты. Вот. Поэтому я это удалю. И заменю содержимое на свое. Вот на такое. Дальше нам нужно эти маршруты как-то подключить к приложению. Для этого мы сделаем так. Require roots. Подключим этот модуль. И передадим ему app. А дальше модулем будет функция, которая принимает app и ставит все эти настройки. Что кто обрабатывает. При этом желательно, конечно, каждый непосредственно обработчик тоже вынести в отдельный файл. Это несложно, но пока для простоты этого делать не будем. Вот так вот. HTTP error тоже необходимо подключить. И теперь в app.js изменим функцию обработки ошибок вот на такую. Здесь мы проверяем, что нам передали. Вот так мы смотрим. Если R это number, то есть кто-то вызвал так. Next 44. То есть будет такой еще более простой метод передачи ошибки. Тогда делаем HTTP error. Дальше. Если нам пришла HTTP error, тогда мы обрабатываем при помощи специального вызова send HTTP error. Этот вызов отсутствует в экспрессе, мы его добавим. То есть send HTTP error это просто наш собственный метод, который мы сейчас напишем через 2 минуты. и который будет красиво отсылать эту ошибку. Ну а если это не HTTP error, значит это что-то серьезное. Если у нас development, то обработаем его во встроенном обработчиком экспресса, он там вывезет красиво. А если production, тогда нужно обязательно в log записать эту ошибку. И вывести посетителю что? Ну 500. Что мы еще можем вывести? Какая-то ошибка произошла. Осталось добавить send HTTP error. Это дело довольно просто. Для этого, правда, понадобится организовать middleware. Ведь объекты рек и рез генерируются экспрессом. Поэтому, как правило, если хотят на них повлиять, то создают специальный middleware. Поставим его, например, сюда. App.use. Где у нас будет этот middleware? Ну, например, специальная директория middleware. Вот так сделаем. Создаем специальную директорию. SendHtpError.JS. Этот middleware будет получать рек и рез и next. И будет создавать метод рез сендHtpError. Этот метод будет ставить соответствующий статус. И дальше небольшая деталь. Если у нас ajax-запрос, то есть у нас в хедерах присутствует специальный заголовок. Все ajax-запросы, jQuery, библиотека, которую мы здесь используем, отправляясь, используем такого заголовка. Так вот, если он есть, то это ajax-запрос. И мы отправляем error вот так, через res.json. Ну, а если у нас обычный запрос, тогда мы используем res.render. Шаблон будет вот такой. Error.JS. Ему будет передаваться ошибка. И он уже ее выводит. Обратите внимание на использование лейаута. Ошибка выводится в стандартном лейауте страницы. Title вот такой ставится. И вот сообщение. В этом middleware я назначаю новый метод для res. И дальше вызываю next. Просто передаю управление дальше. Ну что ж. Все нормально. Единственное, нам осталось подключить http-error. Запускаем. Перехожу по тому же адресу. Во. UserNotFound. Это в точности такое сообщение, как я здесь вот указал. А если бы я его не указывал? Давайте-ка вот так. NotFound просто. Стандартный http-шный статус. А также я мог просто передать число. Это тоже сработано, поскольку такой вариант предусмотрен в нашем обработчике ошибок. Ну хорошо. Вроде что-то работает. Давайте сделаем еще один фокус. Я здесь передам в качестве ID вот такую строку. Опа. Ошибка 500. Что случилось? Вот это ошибка. Оказывается, дело в том, что здесь в FindById Mongoose преобразовывает вот это вот к типу данных ObjectId, то есть внутренний тип данных MongoDB, Besson-овский, который как раз ID-шникам соответствует. Но это преобразование, если его невозможно сделать, то есть в данном случае просто строка слишком короткая, бросает исключение. К счастью, Mongoose его ловит и передает в Callback первым аргументом R. И это становится ошибкой 500, которая выводится. Мы, конечно же, могли бы перехватывать эту ситуацию и здесь тоже вводить 44, но как-то это неправильно. Мало ли какая здесь ошибка? Вовсе не обязательно, что это ошибка именно из-за неправильного ID-шника. Соответственно, мы все же оставляем это как есть. И для того, чтобы проверить ID-шник это или нет, будем в явном виде преобразовывать. VarId равно для осуществления преобразования нам нужен этот самый ObjectId, Mongo-овский, в явном виде. Как его подключить? Да вот так вот. Вот. Так я подключаю тип данных ObjectId и преобразовываю. NewObjectId, RecParamsId. И это я заворачиваю в trycatch. Соответственно, если все плохо, то тут будет исключение. В этом случае я говорю return next404. На самом деле мне не важно, что возвратит next. Это такой просто удобный способ. То же самое, по сути, что вот это. Просто короче. Ну а если все хорошо, то здесь уже я использую ID-шник. Давайте-ка проверим. Запускаю. И перехожу сюда. Все нормально. Теперь ситуация обрабатывается корректно. Итак, мы построили несложный, но тем не менее полнофункциональный веб-сервис, который умеет здесь выводить посетителей, который корректно работает с ошибками. И мы построили инфраструктуру, которая умеет обрабатывать и выводить произвольные ошибки. И дальше мы будем использовать ее в этом приложении.